Год педагога и наставника завершен. Миссия всего периода стала признание значимости профессии учителя. Как он прошел в Карачаево-Черкесии, какими значимыми событиями, решениями он был обозначен. В студии программа «Интервью Россия-24» министр образования и науки Карачаева-Черкесии Кравченко Инна Владимировна. Я вас приветствую. Добрый день. Вначале я хочу узнать, как был воспринят объявленный год педагога и наставника в нашей республике. Добрый день. Год педагога и наставника, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, прошел на высоком организационном уровне как в целом по стране, так и в нашем субъекте. Был разработан межведомственный план мероприятий, куда более 200 мероприятий республиканских вошли. План находился на контроле у главы Карачаева-Черкесской республики, поэтому все мероприятия были согласованы с оргкомитетом, который создавали на время проведения года педагога и наставника. И, конечно, по чутким руководствам и контролям главы Карачаева-Черкесской республики. Конечно, все мероприятия были важными, значимыми и интересными, в первую очередь, для самих педагогов. И, конечно, для системы образования год был насыщенным, интересным, результативным достаточно. Очень много мероприятий у нас и всероссийского, и республиканского масштаба проходили, в том числе и на территории нашего субъекта. И привлекло это внимание и общественности, и, в первую очередь, это внимание молодых выпускников, которые должны выбирать сегодня, в том числе, и педагогическое направление, и приходить работать в свои родные школы. Ведь самые значимые, самые такие широкомасштабные, которые проходили на территории нашего субъекта, в первую очередь, это заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». То есть, по приглашению главы Карачаева Черкесской Республики, Министерства просвещения, 75 субъектов Российской Федерации приезжали к нам и демонстрировали свои лучшие педагогические практики. На протяжении семи дней гости находились на территории нашей республики. Они ознакомились и с достопримечательностью, и с культурой, и с обычаями, и с традициями нашей республики. Но самое главное, что они успели обменяться опытом, наши учителя. И все в хорошем расположении духа, с лучшими педагогическими практиками, опытом вернулись в свои субъекты, демонстрировали и обменивались этим опытом. Также не менее важное событие, которое проходило летом 2023 года, это Всероссийский экологический форум, который собрал 200 учащихся также со всей республики, где лучшие учителя, это победители и призеры конкурса Всероссийского конкурса «Учитель года» могли демонстрировать тоже свои практики. В рамках этого форума у нас прошел и форум учителей. Более 200 учителей приняли участие в рамках экологического форума, тоже по обмену лучшими практиками. Были всевозможные акции, были всевозможные конкурсы, конкурсы профессионального мастерства. Мы продолжали работу по снижению бюрократической нагрузки учителей, что тоже сегодня дает свои результаты. Конкурсы профессионального мастерства, которые повышают статус учителя, повышают престиж профессии учителя в том числе, и они завершались не только мотивирующими какими-то характеристиками, условиями, но и мерами определенной поддержки, материальной поддержки. Это премии были, это гранты всевозможные были. Хочу отметить, что была в этом году принята очень важная мера поддержки для молодых педагогов нашей республики. Молодые педагоги в нашей республике, которые после окончания учебного заведения приходят на работу в течение трех лет, имеют сегодня поддержку в размере 5000 рублей ежемесячно к той сумме, которую они получают в качестве заработной платы. Согласитесь, одним из показателей престижности профессии служит наличие молодых кадров, как обстоят дела в сфере образования. Для того, чтобы проверить себя в той или иной отрасли, нужно сначала поработать. А вот что говорят молодые учителя, которые уже попробовали себя в роли учителя, но так и не прижились, уходят из школы. Почему не уходят? Очень хороший вопрос. Молодые учителя бывают разные. Кто-то приходит в систему образования, в педагогику и понимает, что он случайно выбрал эту профессию, поскольку профессия не самая высокооплачиваемая, понимаем. И в этой профессии, наверное, остаются люди, которые работают в ней по призванию. В первую очередь. Есть учителя молодые, которые заканчивают учебные заведения в крупных городах нашей страны, но возвращаются в свои любимые родные школы. Еще раз хочу сказать, что случайных людей, наверное, в педагогике не бывает. Если они бывают, то они задерживаются ненадолго. Потому что работа сложная, ответственная, требует самоотдачи, самореализации, постоянного поиска нового. А тем более сегодня, когда большой акцент делается в том числе и на воспитательную составляющую, вы понимаете, что наши учителя, они не только учителя-предметники, они еще и классные руководители, они еще и наставники для детей и для своих коллег в какой-то степени. Поэтому это люди, которые очень любят свою работу и любят детей, остаются в педагогике, в том числе и молодые педагоги. Но хочу сказать, что на сегодняшний день у нас около 17% молодых учителей работают в системе образования, показывают очень хорошие результаты. В большинстве своем они все являются победителями и призерами профессиональных конкурсов и выходят сегодня на всероссийский уровень. То есть потенциал у наших молодых педагогов достаточно высокий. Это не может не радовать. В регионе строят новые и капитально ремонтируют существующие школы. Это полдела. Скажите, как обстоят дела с формированием педагогического коллектива? Есть ли проблемы? И вообще, что в этом направлении нужно еще доработать, сделать, пересмотреть, может быть? Хороший вопрос. Да, сегодня меняется у нас инфраструктура образовательных организаций. Но всегда остается актуальным вопрос формирования, содержания, структуры педагогических коллективов. Конечно, во многом это качество и содержание зависит от самого руководителя. Поэтому в 2024 году Министерство просвещения Российской Федерации и региональные органы власти, системы образования будут уделять пристальное внимание подготовке руководителей именно образовательных организаций. Подготовка, новая философия нового времени руководителей. Мы должны понимать, что это не просто руководитель, который осуществляет сегодня образовательный процесс. Это целая инфраструктура. Это целое содержание, которое необходимо всегда держать на контроле. Вот этой работой сегодня в том числе будут заниматься и руководители образовательных организаций. Конечно, насколько благоприятна атмосфера в коллективе, настолько будет и качество работы даже и молодого педагога в том числе. Потому что у нас есть даже муниципалитеты, которые разработали свои программы поддержки молодых педагогов в том числе, программы наставничества, что немаловажно. То есть есть моральное стимулирование для учителей, что немаловажно. И если эти все механизмы работают в образовательной организации, они реализуются в коллективе, тогда, наверное, в этом коллективе интересно работать и трудиться. Когда руководитель замечает те нововведения, которые реализуют педагоги, когда он их подчеркивает, когда поддерживает, наставляет. Это самое главное. Человек это чувствует, в том числе педагог. Ему хочется сделать больше, лучше. И тогда за счет этого только коллектив выигрывает. Поэтому я считаю, что многое зависит от руководителя образовательной организации. Ну, конечно, еще чтобы он был на одной волне, как молодежь говорит с детьми. Конечно, это самое главное. Это самое главное, да. Запрос в первую очередь. У нас участниками образовательного процесса являются ученики и родители. Поэтому их интересы, их предложения, их запросы сегодня надо учитывать в первую очередь и исходить именно от них. Скажите, наши вузы способны подготовить учителей по всем направлениям, которые сейчас есть в школе? На территории нашего субъекта есть два федеральных высших учебных заведения, которые готовят педагогов для школ, для дошкольных образовательных организаций. Есть у нас педагогический колледж в том числе. Хорошая подготовка сегодня осуществляется на уровне субъекта. Но, к сожалению, не все ребята знают о возможностях наших учебных заведений. И высших учебных заведений, и профессиональных. Хотя, хочу отметить, у нас уже второй год в регионе реализуются психолого-педагогические классы. 20 психолого-педагогических классов при общеобразовательных организациях у нас сегодня работают. Это как раз в них собраны дети, которые готовы связать свою будущую профессиональную деятельность со сферой педагогики. Они посещают эти учебные заведения, к ним приезжают педагоги, рассказывают о деятельности. У них много совместных мероприятий и проектов. Но, хочу отметить, что не все ребята знают об этих учебных заведениях, о тех направлениях подготовки, которые сегодня они осуществляют, о их возможности, вообще о студенческой жизни, о разных мерах поддержки студенчества. Поэтому эту работу необходимо усиливать и продолжать. А подготовка достаточная для того, чтобы закрыть проблемы, которые сегодня имеют место в качестве резервов и потребностей в сфере образования, в педагогической сфере. Этого достаточно. И периодически, я хочу сказать, мы тесно взаимодействуем и с Карачаево-Черкесским государственным университетом. Мы проводим форумы руководителей. Мы обсуждаем руководителей образовательных организаций. Мы обсуждаем текущие проблемы, которые сегодня стоят в каждой образовательной организации. Это и подготовка, и переподготовка кадров. Следующий вопрос. В школах появились новые традиции. Это поднятие флага, прослушивание гимна и разговоры о важном. Как к нововведениям относятся сами педагоги и, конечно же, дети? Поскольку перед системой образования сегодня стоит задача воспитать гармонично развитую личность, то без нравственных, патриотических качеств в этих вопросах мы обойтись не сможем. И, конечно, сказать, что это нововведение, нет. Мы использовали все эти элементы при торжественных случаях в образовательных организациях. Сегодня решение Министерства просвещения по понедельникам в каждой образовательной организации, в каждом классе проводятся разговоры о важном. Это основные праздники, мероприятия, торжественные моменты, которые подкрепляются вот как раз таки этими элементами и событиями, которые вы обозначили. Ребята с огромным удовольствием принимают участие в поднятии флага, о исполнении гимна. То есть гимн не просто звучит, школьники его сегодня поют, они знают его наизусть. Но я считаю, что это святая обязанность каждого из нас в том числе. Успех педагога, это, конечно же, всегда успех виден в его учениках. Давайте поговорим на эту тему и немножко о стабальном результате, который недавно мы, вы, вернее, говорили о нем на своем совещании, которое состоялось буквально на днях по подведению итогов государственной аттестации 2023 года. Вы там поставили задачи. И вот насколько они выполнимы? Были проанализированы все успехи, достижения и результаты, определены задачи на 2024 год. Но если говорить о стобальниках, то это не сама цель для региона и для каждого учителя. Стобальник – это, как правило, результат хорошей работы, причем длительной работы, когда учащиеся на протяжении нескольких лет показывают устойчиво хорошие знания. Но мы должны стремиться к тому, чтобы у нас у всех ребят были равные возможности и все были уверены в своих знаниях. И отразилось это при государственной итоговой аттестации, при сдаче единого государственного экзамена или основного государственного экзамена. Поэтому это уже как следствие стобальные результаты. Динамика у нас сохраняется. Стобальники у нас были в 2023 году. Их было 4 человека. 3 человека по русскому языку, 1 по истории. Причем, хочу отметить, по русскому языку 100 баллов было у учащихся 17-й гимназии города Черкеска. И все эти учащиеся у одного и того же учителя учились. Поэтому в первую очередь, наверное, это достижение самого учителя. Хорошие результаты. В первую очередь, это результаты для них самих, потому что открываются большие возможности для поступления в высшие учебные заведения престижные, о которых они мечтали. И, конечно, мы благодарны учителям, которые приводят их к таким результатам. Инна Владимировна, какие нововведения ожидаются в этом году в школах и вообще в системе образования нашей республики? Спасибо большое за вопрос. Хочу отметить, что много инфраструктурных изменений в этом году. Благодаря поддержке главы Карачао-Черкесской республики в 2024 году у нас начнется модернизация дошкольных систем образования. У нас будут ремонтироваться дошкольно-образовательные организации за счет республиканского бюджета. Уже в 2025 году эта программа будет стартовать на уровне России. Модернизация дошкольных систем образования будет осуществляться ремонт за счет субсидий федеральных в том числе. В ближайшее время мы будем также ремонтировать средние профессиональные образовательные организации, учебные корпуса, общежития. Мы будем работать над повышением квалификации наших педагогических работников в первую очередь. Мы продолжаем участвовать в программах капитального ремонта общеобразовательных организаций. И в 2024 году 12 общеобразовательных организаций у нас входят в программу капитального ремонта. И сегодня большая подготовительная работа в этом направлении у нас осуществляется. В системе дополнительного образования работаем и формируем театральные студии и школьные театры при каждой образовательной организации, спортивные клубы, экологические направления. Спасибо за интервью. Пусть у вас все получится самым наилучшим образом. Спасибо вам за внимание к системе образования. Вам спасибо. А нашим телезрителям я напоминаю, что в нашей студии программы «Россия-24» стал гость министр образования и науки Карачаева-Черкесии Кравченко Инна Владимировна. До новых встреч.